А вы где сейчас находитесь? Где вы сейчас территориально? Ну, а вы же должны знать, где мы. Ну, я знаю, что вы сейчас на данный момент находитесь, получается, в североказахстанской области. Ну, да. В город Петропавловске. Да, да, да. Служа безопасности Каспи-банка, слышно? Вот сейчас слышно. Связался с вами касательно. Ваши заявки на замену номера телефона. Вы заявку подавали? Да, подавала. Хорошо, в таком случае данная заявка будет расследоваться как мошеннической. Вы же, как раз с мошенничеством сталкивались? Нет. В каком случае данная заявка будет расследоваться как мошеннической, уважаемые клиенты? Во-первых, хочу вас проинформировать касательно мошенничества. В нашей стране участились мошеннические действия. Большинство занят со всеми странами. Это Украина, Россия, Беларусь. Они связываются, представляют себя как бы сотрудниками банка и запрашивают личные данные. Вы должны понимать, что ни один сотрудник банка на территории Республики Казахстан не имеет право звонить всех клиентов для информации. Понимаете, что это к личной информации? Да, понимаю. Хорошо. А, уважаемый, Микнет, во-первых, хочу у вас также запросить информацию касательно того, или вы ранее не теряли свое удостоверение. Нет, не теряла. Не теряли. То есть оно находится при вас, вы можете в этом убедиться визуально, правильно? Да, да. Хорошо. А также, подскажите, вижу, что ваш номер телефона 0525, правильно я понимаю? Да, да, да. А к этому номеру кто-то еще имеет доступ, кроме вас, подскажите? Нет. Поскольку, вижу, почему задает этот вопрос, поскольку, вижу, в системе отображается, что этот номер был предоставлен для регистрации в сторонних банках. Это такие банки, как Народный банк Форд, Вежусан, Центр Кредит и Хакон Кредит Банк. Вы действительно являетесь клиентом этих банков или также действительных мошенников, подскажите? Нет, у меня вообще нет в этих банках ничего. Вы только клиент Каспия Банка, правильно я понимаю? В других банковских структурах не состоите клиентов? Да, 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 не состоим. Хорошо, я вам предоставляю информацию, чтобы других банковских структур удалили вашу информацию касательно клиентам. А уважаемые клиенты, смотрите, в случае того, когда произошла утечка данных, она также может происходить с того момента, когда вы оформляете кредит. Вы скажите, на данный момент у вас есть активные кредиты? Нет. Которые вы плачете? Нет кредитов. Хорошо. Ранее также, возможно, были кредиты, которые вы не выплачивали, вам звонили. Нет, не было. Не было, хорошо. Подскажите также, смотрите, утечка данных происходит касательно с того места работы, поскольку у меня указано то, что мошенники, когда регистрировались в сторонних банках, они заполняли касательно вас информацию. Они указали то, что вы работаете официально и заработная плата поступает на карту Каспия Банка. Подскажите, это верная информация, либо нужно ее что-то видоизменить? Не знаю, но я работаю в Акимате. Вы работаете в Акимате, правильно? Да. Вы какой служащий, верно? Да. Хорошо, а вам заработная плата на карту поступает? В конверте наличкой. А вы наличные получаете? Да. Хорошо, я указал данную информацию, то есть мошенники указали неверную информацию. В случае того, когда в дальнейшем они будут подавать заявку на кредит, мы будем видеть то, что это некорректная информация, и будем видеть ту информацию, которую вы предоставили. Хорошо. А подскажите, ваш заработная плата составляет выше 200 тысяч, правильно я понимаю? Да, конечно, намного больше. Все, хорошо. Намного больше, около, я указал информацию, данную информацию будет перепроверена. Подскажите так же, сейчас вы понимаете, в чем состоит проблема или нет? Нет, ничего не поняла. Давайте еще раз объясню. То есть смотрите, кто-то с третьих лиц владеет вашими данными, в дальнейшем они могут выполнять различные операции. Может выполнять также различные операции. То есть такие операции, как снятие денежных средств, оформление кредитования либо отмывание денежных средств. Да, слышно меня? Слышно. Да, смотрите, а такие операции, как снятие денежных средств, оформление кредитования либо отмывание денежных средств. Сейчас, уважаемый клиент, смотрите, касательно данной информации, уже более талей вам предоставят сотрудники национального банка. Вы понимаете, что такое национальный банк? Понимаю. Понимаете, то есть это вышестоящий орган в нашей стране, который контролирует работу всех коммерческих банков на территории Суббрики Казахстан. То есть это главный банк. Сейчас буквально одну минуту вы ожидаете, как подручится специалист Национального банка, он предоставит информацию касательно решения данной проблемы. Поскольку вижу в системе банка, есть активная заявка на оформление кредитов в сторонних банках. Но это не ваша заявка, правильно? Не моя. То есть вы его не подавали? Нет. Все, хорошо. В таком случае я подал запрос касательно на Национальный банк. Буквально одну-две минуты ожидайте, подключится на Национальный банк и уже более летально предоставит информацию. Хорошо? Хорошо. Ожидайте на линии. Хорошо. Уважаемый клиент, в течение минуты к вам подключится специалист Национального банка. Линию связи не прерывайте. Уважаемый клиент, в течение минуты к вам подключится специалист Национального банка. Скажи тут ли, Марина? Здравствуйте. Мы наш банк берем. Алло, здравствуйте. Марина слушает. Здравствуйте, уважаемый клиент. Слушаю, да. Служба безопасности Национального банка вас беспокоит. Угу. Старший специалист Азиазов Марит Ахметович. Поступил ответ на сотрудников правых. Каспий банк. Они указали, что у вас производят косметические данные, а также мошеннические действия производятся по отношению к вам. Угу. Вы говорите, какую информацию вам предоставил сотрудник Каспий банка. Как вы понимаете, в общем ситуацию своими словами объясните. Я вообще ничего не понимаю. В таком случае вы говорите, что вам говорил сотрудник Каспий банка. Какую информацию он вам предоставлял? Ничего не предоставлял. Так что вы молчали, просто сидели 6 минут. Слушала. Ну, вы его слушали. Хорошо. Тогда давайте я вас проинформирую со стороны Национального банка. Изначально, после этого, уже будем продлить какую-либо работу. И так я вижу, что не произошло у тех, что у вас есть, для которых на вас заформили незаконное кредитование. Все эти действия происходили изначально в Каспий банке. То есть замена номера телефона в дом вашего личного кабинета, а также оформление кредитов. Но уже не в Каспий банке, а в различные банковские структуры помимо Каспий. Мы с вами связались как сотрудники Национального банка. Для того, чтобы помочь вам отменить данные кредитования, для того, чтобы помочь вам отменить данные кредитования. Сейчас подскажите, вы когда-либо сталкивались с мошенническими действиями? Возможно, вам поступали подозрительные звонки на линию WhatsApp, либо же по простой линии связи? Нет. Ранее такого не было. Хорошо. Возможно, для нас в ваших родных сталкивался с мошенничеством. Почему вы ставите беззвучный режим, подскажите? Алло. Да-да, почему вы ставите беззвучный режим? Скажите, вы кому обращаетесь? Как меня зовут? Нуржамал. Да? Да. А что, вас не Нуржамал зовут? Ну, пусть будет Нуржамал. Это, а, это вы, вас зовут Ру... Наверное. Меня зовут Марина. Каким образом вас Марина зовут? Ну, а как иначе? Здесь не вы... Ну, таким же, как Нуржамал. Какая вы Марина? Я Марина. Нуржамал. Нуржамал это фамилия? Все. Что-то они отключились. С вами Мэтс СБ? Нет, нет, я забираю руку. Здравствуйте, а вы кто? А вы кто? Я... Можно ее услышать? Ну, вы не по тому номеру звоните. Марине звоню, можно Марине услышать? Можно, но попозже чуть-чуть. А почему? Я же только что с ней разговаривал. Она документы какие-то подписывает. Так на нее оформили кредит. Ну, вот, видать, и подписывает. А вы где сейчас находитесь? Где вы сейчас, я реально? Ну, а вы же должны знать, где мы. Ну, я знаю, что вы сейчас на данный момент оходитесь, получается, в североказахстанской области. Ну, да. Город Петропавловский. Да, да, да. Ну, мы сейчас за город уехали, мы сейчас в горах. Ну, в горах, что вы? Ишаков пасете, что ли? Нет, зачем мы Ишаков пасем? Вот таких ослов, как вы. Ну, какие документы она подписывает? На кредит. На кредит. Это как в горах есть среди меня банков? Конечно. Мне кажется, что-то ты путаешь немного показания друг. Да ты что? Да, да. Хорошо, тогда передавай Марине, что я в рот. И тебя тоже в рот. Ух ты, какой разговорчивость. Когда тебе? Не получилось, да?